Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. 23 января по всей России состоялись прогулки за оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. Более трех тысяч человек были задержаны. Сегодня мне хочется поделиться с вами своим опытом. Я неоднократно участвовал в митингах, в одиночных пикетах, в шествиях. И я хочу рассказать о своем опыте. Во-первых, никому не хочется быть задержанным на акциях, в поддержку какого-либо политика, на шествиях, на митингах, на прогулках, даже на кормлении голубей. Но тем не менее, к этому надо быть всегда готовым. Во-первых, что надо знать? Надо знать за кого и за что вы боретесь. Если вы на 100% уверены, что вы боретесь за правое дело, тогда можно выходить на эти акции. Если вы не уверены, тогда не стоит. Я не доверяю политику Алексею Навальному, поэтому я за него выходить на прогулки не собираюсь. Хочу сразу же это сказать. Второй момент интересный. Я всегда беру на какие-либо акции с собой рюкзак, воду и еду. Вода, то есть это может быть небольшая бутылочка воды, 0,5 литра, ну даже 0,5 литра достаточно. Небольшой рюкзак за спину и еда. Это может быть 2 банана, либо шоколадка. То есть на ваше усмотрение. Следующий момент. Кто-то советует брать документы, но я никогда не беру документы. В случае задержания пусть сотрудники правоохранительных органов сами устанавливают мою личность. Сразу же хочу напомнить всем людям золотую статью. Статью 51 Конституции Российской Федерации. Никто не обязан свидетельствовать против себя, своих близких, родственников, друзей и так далее. Золотая статья. Всем советую прочитать ее и знать на зубок, прежде чем идти на любую акцию политическую. Следующий момент. В описании этого ролика и в комментариях закреплю, так скажем, страничку некоммерческой организации, которая помогает задержанным. То есть освещает эти события в прессе. Эта организация называется ОВД-Инфо. То есть если вас задержали, вы находитесь в автозаке, вас несколько человек, вы можете договориться. И один из людей сосчитает сколько вас находится в автозаке и может отправить сообщение в эту организацию. И затем эта информация станет широко известной на всю Россию, ну и в принципе на весь мир. Всем рекомендую воспользоваться данной возможностью. Телефон у вас не имеют права забирать в то время, когда вы находитесь в автозаке. Телефон имеют право забирать только в отделе полиции, когда вас привезут. То есть всем рекомендую брать с собой телефон. Но хочу напомнить вам следующий момент. В случае каких-то уголовных обвинений, то есть вас могут вычислить по геолокации вашего телефона. То есть ну это палка о двух концах. Кто-то скажет лучше брать телефон, кто-то скажет лучше не брать телефон. Если вы опасаетесь, если вы там действительно в чем-то таком участвуете, в незаконном, тогда лучше не стоит брать телефон. Ну я всегда защищаю правду, справедливость, поэтому я всегда беру с собой телефон. Это еще и средство доказательства в случае каких-то нарушений. То есть если вам запрещают снимать в том же отделе полиции, допустим, да, в автозаке, просто включите камеру или диктофон и засуньте карман в телефон. Во-первых, он разряжается медленнее, особенно на морозе. И во-вторых, все равно он записывает. Это будет информация, так скажем, лишний козырь в рукаве. Следующий момент. Хочу вспомнить знаменитую русскую пословицу «не пойман, не вор». То есть если вас не задержат, в принципе, скорее всего, вас и не смогут, так скажем, найти. Поэтому всегда включайте ноги, если вы чувствуете, что запахло жареным. Следующий момент. Лежачего бьют сильнее. В случае каких-то уже драк, столкновений с полицией, с ОМОНом, старайтесь всегда оставаться на ногах. Если вы упали, то есть, скорее всего, вы получите сильнее. И если вы упали, старайтесь всегда закрывать голову руками таким образом. И, так скажем, свернуться калачиком. То есть не дать ударить себя по внутренним органам. В самом крайнем случае должны пострадать только руки и ноги. Вот такой момент. Не давать бить себя по позвоночнику еще, то есть по почкам. Стараться кататься на земле и обязательно закрыть голову. Следующий момент. Человек в наручниках уже не человек. Ну, у сотрудников правоохранительных органов существует такая забавная поговорка. Это действительно так. Руки надо стараться держать в замке. То есть, цепили руки. Полицейские будут стараться вам завести руку за спину. Если они это сделают, ну, считайте, что вы уже не сможете никак сопротивляться. То есть, что скажут вам, то и будете делать. То есть, надо стараться держать руки в замке до самого автозака. Там уже, как говорится, загрузят. Там уже другое дело. Следующий момент. Во время акции не надо ничего бояться. Вернее, задержание. Не надо ничего бояться. Не надо никому верить. Всегда надо быть веселым и спокойным. Самое главное. Полицейскому, в принципе, вы неинтересны. То есть, он выполняет свою работу, свою службу. Он вам может сказать, ну, лично он вам не враг. То есть, всегда помните об этом моменте. Но доверять полицейским не стоит. Правоохранительным органам доверять нельзя. Они вас обманут. Это 100%. Ничему не верьте. Шутки приветствуются, как говорится. А оскорбления нет. То есть, еще хочу напомнить вам, что за угрозы, оскорбления и физическое воздействие на сородников правоохранительных органов вы можете получить уголовную статью. Обвинение в уголовной статье. То есть, советую вам воздержаться от подобных действий. Следующий момент. Задержание может быть максимум до 3 часов. Если вы не обвиняетесь по статье, которая предусматривает административный арест. Если эта статья предусматривает административный арест, допустим, административная статья, то вы можете быть задержаны до 2 суток. Ну, в частности, допустим, статья 19.3, самая известная статья Кодекса об административных правонарушениях. Это неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В принципе, каждому задержанному могут решить эту статью. И, друзья, будьте готовы к тому, что вы можете на 15 суток оказаться в местах не столь отдаленных. К этому надо быть готовым. Следующий момент. Арест может осуществляться только по решению суда. То есть задерживают вас сотрудники правоохранительных органов, напомню еще раз, максимум до 3 часов, ну и до 2 суток, если предусматривают административный арест. А уже арест осуществляет только суд. То есть до решения суда вас не могут держать более 2 суток, ну, так скажем, задерживать. При обращении к вам полицейского вы можете всегда поинтересоваться, узнать, как его фамилия, имя, отчество, его звание, попросить, потребовать документы, чтобы он предъявил. И, так скажем, снял маску. То есть удостовериться, что именно этот человек является сотрудником правоохранительных органов. Ну и это все равно как-то уже держит сотрудников, силовиков, так скажем, в тонусе, чтобы они особо не расслаблялись, понимали, что, так скажем, общаются с людьми юридически подкованными. Следующий момент. Протоколы о задержании и изъятии вещей. Прежде чем, так скажем, изъять у вас вещи, должен быть составлен протокол, что у вас изымается. И также должен быть обязательно составлен протокол о задержании. В этом протоколе должны быть обязательно отчеркнуты пустые места, вами лично. То есть, если вы с чем-то не согласны, вы пишите «не согласен». Вы можете ознакомливаться со всеми материалами вот этого административного или, возможно, уголовного дела. Смотря как повезет, конечно. То есть, какой еще момент? Обязательно надо получить на руки копию протокола. О задержании. Если сотрудники полиции отказываются предоставить вам копию протокола, вы можете написать в том же протоколе, что запись сделать, что копию протокола не получил. Вот так вот. Обязательно, так сказать, проверяйте, что написано в протоколе. Никогда не подписывайте пустые протоколы. Никогда не вздумайте этого делать. То есть, вам могут обещать все, что угодно сотрудники правоохранительных органов, сказать, да подпиши и все, и иди на четыре, как говорится, будь свободен. И можешь идти на все четыре стороны. Никогда этому не верьте. То есть, лучше задержаться на несколько часов в отделении полиции, чем, допустим, сидеть те же 15 суток потом. А возможно, и несколько лет. Еще раз говорю, как повезет. Все-таки, если статья, по которой вы объединяетесь, ну или административная, или даже уголовная, предусматривает арест, то следует подумать о вашем поведении на суде. Так скажем, выстроить стратегию поведения. Можно, как говорится, прикинуться овцой, отвечать на поставленные вопросы спокойно, тихо. Можно вести себя, как говорится, развязно. То есть, если вы понимаете, что вас все равно осудят, то нет смысла там, как говорится, изображать уважение к этим людям, которые наплевали на закон, которые выполняют распоряжение тех людей, которые правят ими. И никогда в следующий момент не соглашайтесь на суд по видеоконференц-связи. Всегда настаивайте на том, то есть, вам дадут бумагу, вы пишите там всегда на видеоконференц-связь. Суд по видеоконференц-связи не согласен. Пусть везут в суд. Самое верное решение. То есть, по видеоконференц-связи вас, скорее всего, осудят до 15 суток, буквально за несколько минут. Смысла в этом я не вижу. И еще раз хочу напомнить вам золотую статью Конституции. 51-я статья Конституции. Вы не обязаны свидетельствовать против себя, своих родственников, своих близких, своих друзей. Друзья, не забывайте об этой статье. То есть, в принципе, надо всегда помнить о том, что все, что вы скажете, все, что вы подпишете, тем более, может быть использовано против вас. Друзья, берегите себя, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что это видео может пригодиться каждому человеку, который может быть задержан в России. А в принципе, в России может быть задержан каждый человек. До свидания, с вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.